Спасибо нашему спонсору за курирование этой коллекции. Давайте оценим искусство по 14 качествам и эту картину. Здесь есть ясный сюжет, поэтому эта композиция получает 9. За историю я поставил 6, потому что я чувствую, что есть история, но не могу четко определить, какая именно. И причина, я чувствую, что здесь есть история в разнице треугольником и изогнутыми веками. Эта разница заставляет меня задаться вопросом, почему, и ответ это история. Но я не знаю ответа, и поэтому я могу почувствовать историю, но не увидеть ее. Это означает, что я могу четко видеть элементы истории, но их взаимосвязь не ясна. Пол отлично контролирует свое средство. Это явно видно в его использовании техники подмалевка и верхнего слоя. Мне нравится теплая палитра цветов, которую он выбрал. Цвета чистые, приглушенные. Но при всем этом тепле моему глазу хочется прохлады. Теперь фиолетовый мог это сделать, но с красным подмалевком он становится слишком теплым. Вот почему он получает 7. Его план значений умен. Глазные, яблоки, рот, бровь и кадык субъекта. Темные ноты на фоне средних тонов. Поэтому я даю этой композиции 8 ценностей. В наши дни многие абстрактные художники рисуют в похожем стиле. Они... Поэтому я поставил Полу 8 за стиль. Он влиятельная фигура, а не тот, на кого оказывают влияние. Я поставил в структуре 9. Композиция четко составлена и намеренно выровнена. То, как он делает лицо, шею и фон такими ритмично-симметричными, ясно показывает, что он создавал эскиз своей композиции до начала смешивания красок. Он получает 9. Я поставил движению 8. Изгиб брови использования кривых минимально. Тем не менее, я это действительно ценю, потому что изгибы в глазах и то, как они контрастируют с прямыми линиями на картине, действительно подчеркивают их и делают важными. Форма также получает 7. Он использует очень простые формы и в основном отделяет их от фона. Возвращаясь к изгибам в глазах. Мне нравится, как он противопоставляет формы, которые он создал в лице, плече и фоне изгибам глаз. Его края выполнены хорошо. Я поставил им 7. Видно, что он думает как о положительных, так и о отрицательных формах и об их взаимосвязях. Видно, что он думает о резкие края по сравнению с размытыми и мягкими краями. Он учитывает эти вещи. Признак художника, который контролирует и чувствителен к своему искусству. Я поставил ему 6 за душу. Я чувствую, что он хочет передать больше, чем поверхность, но я не ощущаю успеха этого замысла. Я действительно ставлю ему 8 за узор. Я вижу, что он делит фон на третий. Часть лица также разделена на третий и половины. И ясно, что он сделал это намеренно. Я дал этой композиции 8 за гармонию. Когда взгляд перемещается по изображению и возвращается к центру, не останавливает взгляд. Мой взгляд не застревает в углу и не уходит за край холста серьезным образом. В нижнем правом углу есть небольшое пятно, где образуется желоб. И в этом маленьком треугольнике моему глазу требуется прилагать больше усилий. Как только мой глаз проходит эту точку, он легко скользит по остальной части изображения. Я также поставил его подписи 8. Контраст подписи и фона низкий. Это позволяет моему глазу легко скользить по подписи. Подпись не конкурирует с картиной, и вокруг нее достаточно пространства, чтобы мой взгляд мог свободно перемещаться вокруг подписи. Теперь я не ставлю композиции 9. Подпись находится под углом, вызывая беспокойство. Вокруг подписи много вертикальных и горизонтальных линий. Эта композиция набрала 116 баллов из 128. Это 84% художественной оценки. Теперь мой порог для покупки картины составляет 85%. Она очень близка, стоит ее купить. Если вам нравится этот стиль, отличная картина для владения. В заключение, после некоторого времени с этим искусством я ухожу поклонником, вижу он умный художник. И он уделяет время, чтобы продумать все отношения в своей картине. И это так здорово. Отличная работа. Продолжение следует...